Финишная прямая баскетбольного сезона для Спартака Приморья выдалась максимально насыщенной. Уверенно отыграв несколько месяцев чемпионата, наша команда подошла к решающим матчам на второй строчке в таблице. На серию плей-офф, казалось, сил уже не должно было хватать, но красно-черные разобрались со своими соперниками практически без вопросов. В итоге приморцы оказались в финале, где были в последний раз лишь три года назад. Борьбу за главный трофей Спартак начал с клубом «Самара». На радость болельщикам серия вышла длинной и, так сказать, валидольной. Начали в «Самаре». На удивление, Спартак, будучи в роли гостей, решил диктовать ход игры. По классу команды были равные, но приморцы все же оказались удачливее и в итоге одержали две выездные победы. Медали же доставались тому, кто первым победит три раза. Поэтому с таким хорошим запасом красно-черные привезли серию во Владивосток. Казалось бы, домашние стены, запас в две игры и невероятная поддержка фанатов решат исход финала довольно быстро. Но что-то пошло не так. Первая игра в «Олимпийце» сразу показала, что гости не собираются сдаваться. «Самара» смело в сухую выходила вперед и точно бросала из-за дуги. Спартак же в основном был в роли догоняющего. Увы, но догнать не успел. 69-78 и первая победа гостей. «Надежды» красно-черные оставили на четвертый матч серии. Вновь на том же месте и в то же время расклад повторился. «Самарцы» смогли буквально выиграть себе вторую победу. 71-80. Я благодарен игрокам, которые вышли и вышли именно не проигрывать серию, а вышли цепляться и побеждать, чтобы команда и серия вернулась в «Самару». Ну, хочу поздравить команду «Самара» сегодняшней игрой. С победой. И тяжелые, конечно, для нас два поражения дома. Но еще пятая игра, и в ней будем бороться до конца. Увы, но болельщики Владивостока так и не увидели награждения у себя дома. Серия при счете 2-2 вновь отправилась в «Самару». Решающий матч привлек к себе внимание всей баскетбольной общественности. Первая половина игры шла не по плану «Спартака». Наша команда не реализовала много своих бросков, но, несмотря на это, несколько раз выходила вперед и на большой перерыв уходила, проигрывая всего пару очков. Однако уже в третьей четверти «Приморцы» сосредоточились и позволили набрать «Самаре» всего 7 очков против своих 20. Разогнавшуюся красно-черную машину под конец уже было не остановить. Владивостокский клуб дожал соперника при счете 63-83 и стал чемпионом. Самара просто тоже устала. У них был травмирован Галехов, основной лидер, который через боль выходил играл. У нас также через боль выходил играл Бутянков. У нас также Смыгин с подвергнутой ногой. По давней традиции «Приморцы» забрали трофейную сетку из Самары и там же на месте получили свои заслуженные медали. Также специальными наградами Российская Федерация Баскетбола отметила двух игроков «Спартака». Самым полезным на паркете посчитали Виктора Заряшко, а лучшим центровым признали Максима Кривошеева. Двойне приятно выигрывать золото еще в статусе капитана. Такой хорошей команды. Все дружные, все молодцы. Всех люблю. Действительно, каждый отдал частичку себя полностью, независимо от того, сколько он выходил на площадку, выходил ли он вообще. Потому что команда строится вне площадки. Стоит отметить, что «Спартак» «Приморье» в третий раз в своей истории завоевал золото Суперлиги, став при этом самым титулованным клубом второго по значимости российского баскетбольного дивизиона. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.